Манфред Хельмут Байер Полный профессор, признанный специалист в области спиновой физики и спектроскопии полупроводниковых наноструктур. В 2008 году Манфред Байер был избран почетным членом физико-технического института имени Йоффе. Список публикаций профессора Байера насчитывает более 250 работ. Многие из них опубликованы в соавторстве с сотрудниками физико-технического института. В 2013 году профессор Байер выиграл мегагрант правительства Российской Федерации, на базе которого в физико-техническом институте имени Йоффе создана лаборатория спиноптроники. Манфред Байер является страстным болельщиком футбольного клуба «Боруссия Доркмунд». Последнее время болеет также за футбольный клуб «Зенит Санкт-Петербург». Спасибо. Спинф dunno. Спинф боксик. Спинф боксик вендоз. Спинф бокси-технический колесник. центр that was established last year so why are we interested in spin physics there are many motivations and i want to give just one of them we are all heavily using equipment like mobile phones like computers and these devices relying on information and communication to miniature technology которая использует энергии и 2007 года потребление энергии и этими устройствами составляло порядка 10 процентов от всей потреб物 от всего потребления энергии эти момента оно увеличилось и двадцатому году планируется прогнозируется что эти устройства, устройства информационной коммуникации будут решить этот вопрос. Это большая проблема, которую нам необходимо решить, и возможно необходимо искать решение, как мы можем сократить потребление энергии, которую потребляет каждый из этих устройств. Немножко больше дополнительной информации, я постараю просто это объяснить. Мы рассмотрим пример классического компьютера, который состоит из двух основных блоков. Первый — это процессор, который используется для того, чтобы манипулировать, обрабатывать информацию. А второй — это жесткий диск, который необходим для того, чтобы хранить информацию. Две эти блока, большинство компьютеров связаны с помощью электронных электрических кабелей, и последствия этих электрических кабелей, они обмениваются информацией. Электрические кабели имеют определенное сопротивление, и таким образом ток передает информацию от процессора на жесткий диск и назад, и таким образом подвергаются определенные нагрузки из-за этого сопротивления. Мы теряем энергию, поскольку передача информации очень быстрая, и мы теряем эту энергию. Особенно в больших компьютерах эти электронные электрические кабели используют оптоволокно. И это имеет смысл, поскольку сегодня информация передается от процессора на жесткий диск с помощью специальных каналов. И через оптоволокно информация передается без какой-либо потери энергии, без сопротивления. Но, тем не менее, это предлагает определенную высокую скорость обмена информации. По-прежнему, чтобы необходим лазер, чтобы генерировать вот эти потоки информации, и они требуют энергии. И нам необходимо перейти к следующему этапу еще больше сократить потребление энергии. И здесь я могу предположить, что почему использовать два отдельных блока — процессор и жесткий диск. Почему бы их не объединить в один единый блок, который… когда будет общее единое решение, единое устройство, которое будет позволить хранить и обрабатывать информацию одновременно. Это будет достаточно умная идея, конечно. Нам необходимо подумать, как мы будем хранить эту информацию, чтобы реализовать этот проект. Конечно, информация обрабатывается в двоичном коде — единиц и нулей. Необходима физическая репрезентация этих нулей-единиц. И таким образом это реализуется с помощью магнитов. Магниты могут быть ориентированы вверх, это будет ноль, и они могут быть ориентированы вниз, и это будет единица. Это только информация — это то, как мы храним информацию на жестких дисках. И во время последних двух десятилетий люди, работающие в этой сфере, ничего не сделали. Они просто использовали эти магниты. Они делали их меньше, и они уменьшали размер, и таким образом они хранили все больше и больше информации в том же самом объеме пространства этих магнитов. И продолжая эту традицию, можно себе представить, они дошли до разработки самого маленького магнита. это магнит размера с элементарную частицу, и он направлен вверх, это единица для хранения информации, или же он может быть направлен вниз, это будет единица. Таким образом, конечная цель — использовать вращение этих электронов для того, чтобы хранить информацию и чтобы ее обрабатывать. И, как вы узнали из нашего оптоволоконных решений, это может быть умная стратегия для того, чтобы использовать эти оптоволоконные кабели для хранения и обработки информации. Таким образом, как мы знаем, как хранить информацию и как ее манипулировать, как ее обрабатывать, это предсказано здесь. У нас есть последовательность, классический метод манипуляции информации. Есть три бита, они ориентированы так, что у нас есть несколько комбинаций один-ноль, и классический таким образом мы решаем это сегментально. Сначала мы обращаем этот пин, мы обращаем этот магнит, чтобы преобразовать эту единицу в ноль, и затем после этого мы делаем следующее. Мы переходим ко второму биту, и для конкретной информации мы меняем это, мы оставляем ее так, как есть, и следующая позиция, это бит-3. Мы хотим снова ее инвертировать, чтобы направление. Таким образом, мы эту последовательность битов, мы преобразуем эту последовательность с ноль-ноль в комбинацию один-ноль-ноль. Таким образом, за счет обращения электронов мы можем сделать гораздо большее, в зависимости от ориентации. И тогда у нас появляется новая жизнь, новое начало. Это будет нулевое начало, мы можем ориентировать эту спину вниз, это будет одна стадия. Но у спины есть квадром возмущения, потому что известно, как кошка Шрюдинга. Но при изменении обращения кошка умрет. Конечно, она не может указывать наверх или указывать вниз, но живой или мертвый этот спин или этот электрон может указывать в любом направлении. Это значит, что спин, эта кошка может одновременно быть и мертвый, и живой. Это известное утверждение или известное проявление. Кошка Шрюдингера. Это квантумы биты, которые сделаны целенаправленно, которые вводят взаимодействие между этими квантовыми частицами, которые указаны этими кривыми. Если мы сделаем это по-умному, мы можем реализовать две манипуляции, которые одновременно, осуществляются одновременно на всех этих битах и все они вращаются сходным образом в нужном нам направлении. Это будет только последовательность операций, но это будет массовая параллельная обработка информации, с помощью которой мы можем сэкономить энергию. Это увеличивает скорость обработки информации, используется в компьютерах. У нас есть потенциал и возможность решения тех проблем, которые пока не доступны для современных компьютеров. Один из модуляций, которые организованы в физике СМИНов. Это первая лаборатория, совместная лаборатория, в которой работают председатели из Петербургского государственного университета. И второй участник – это лаборатория электроники Манфреда Байера, под руководством Манфреда Байера. Это лаборатория, которые… Это то, что я хотел вам рассказать. Это лаборатории, которые выиграли мегагранты и прошли экспертизу, и их возможности дополняют друг друга. Это помогает сотрудничать этим двум мегагрантам, победителям мегагрантов и сотрудничать в лаборатории в нашем институте. Наша цель мегагрантов – это мы различаем долгосрочные и долгосрочные цели. Это разработка оборудования, обучение ученых будущего, молодых ученых. Это то, чем мы занимаемся, мы проводим исследования, и в нашем случае мы являемся ведущим международным разработчиком. Мы проводим базовые исследования, но мы переносим это знание в информационные и коммуникационные технологии будущего, и мы надеемся, что это случится очень быстро. Но мы понимаем, что это займет какое-то время, и нам необходим долгосрочная поддержка. И поддержка телевидения – это 90%. И в течение 60 лет телевизоры пришли в каждый год, хотя это оказалось невозможным каких-то 60 лет назад. И мы надеемся, что мы будем продвигаться и разрабатывать наши технологии гораздо быстрее, чем технологии телевидения. И мы имеем поддержку мегагранта в международной лаборатории, в которой мы работаем. В данный момент мы сотрудничаем с такими международными фондами, как РФФИ. Это первый фонд, который был разработан совместно с немецкими учеными. И каждые 4 года мы подписали договор на 4-летнее сотрудничество. Наш проект существует уже 12 лет, и мы заключили соглашение на 700 миллионов рублей на 12 лет работы. И наши институты, сотрудники – это институт Йоффе и Санкт-Петербургский университет, технический университет Дортмунда. И тема нашей инициативы – это последовательная манипуляция обозначает манипуляция в основных энергетических носителях. И мы можем сократить потребление энергии. И мы представляем новую концепцию развития спинов в отдельных спинах и полупроводниках. И мы рассмотрим это как конечную цель. И одновременно это обеспечивает развитие новых материалов, позволяет развивать новые материалы, разрабатывать и внедрять концепцию развития материалов. И на основе этой инициативы мы заинтересованы не только в коммуникационных технологиях, но мы также заинтересованы во здравоохранении, потому что это ГМР, магнитная резонансная терапия – это то, что может улучшить чувствительность магнитной терапии и увеличить магнитуду и подумать только, как это поможет в больницах. Это означает, что врачи смогут определять опухоли, которые в 100 раз меньше, чем опухоли, подверженные наблюдению. И в связи с этой инициативой мы разрабатываем интегрированную группу исследований, в которой студенты-аспиранты могут работать в Санкт-Петербурге, и русские и российские студенты могут работать в Германии, которые работают не только заинтересованы в футболе, но еще и в физике. И я должен сказать, что у нас много, мы имеем много международного сотрудничества. Это наш официальный логотип, это измененный логотип инициативы Калокина. И как я говорил, лаборатория развивается, у нас есть хорошие результаты, потому что мы публикуем наши результаты в международных журналах, и вы можете найти все подробности нашей работы. Это вот работа, которая была опубликована в этом году в Массачусетсе. Это наша инициатива в разработке спинных полупроводников, и нам необходимо развитие этого направления. Я не буду выдавать подробности работы спинов и полупроводников. Стандартное взаимоизменение по перекрытию спинов, которые очень малы для исследований. Это исследование может быть активным только на уровне 0,1 нанометра. Этот механизм, который называется гибридными металлами полупроводники, становятся эффективными на расстоянии в 0,40 нанометров. Если мы говорим о наноструктурах, о технологиях наноструктуры, очень сложно представить результаты такого размера. В этих размерах мы полагаем, что будущее лежит за этими исследованиями. И я думаю, что мегагранты обеспечивают большую поддержку в исследованиях в России и в нашей стране. И мы являемся держателями двух грантов в международном сотрудничестве между Россией и Германией. И фундаментальная основа всех наших действий – это надежное партнерство, долгосрочная дружба. И мы сотрудничаем уже более 25 лет. И мы иногда нуждаемся в большем финансировании. Это наше краткосрочное положение. Но в долгосрочной перспективе мы надеемся на дальнейшее развитие наших отношений. На этом я хочу завершить свою презентацию. Большое спасибо. Спасибо.